Здесь приобщают детей к трудовой деятельности, учат их работать с различными инструментами и материалами и, конечно, прививают интерес к профессии изобретателя, конструктора и инженера. Чем школьников привлекают занятия в кружке авиамоделирования, узнали мои коллеги. Обдери, вот, шкуркой зачисти неровности. Кружок авиамоделирования открылся в Люберцах при детской библиотеке «Бригантина» четыре года назад. Его посещают ребята от 8 до 14 лет. На занятиях не больше 8 человек. Таковы требования педагога, потому что к каждому ребёнку необходим индивидуальный подход. Длина 54. Значит, вот этот, меряй 54. Записывай сюда 54. Всё начинается с чертежей, их масштабированием и перенесением замеров на миллиметровку. Гоша Лебедеву, как старшему из ребят, ему 13 лет, доверили самую кропотливую работу. Я научился читать чертежи и переводить по чертежу в более большой масштаб. Сейчас я занимаюсь самолётом Ту-160. Перевлёк он меня тем, что мне он сразу понравился, так как я знаю, что это самый большой и сверхзвуковой бомбардировщик. Кстати, макеты именно этого бомбардировщика, выполненные ребятами на занятиях, в конце 2019 года руководитель кружка Сергей Карпович подарил Василию Решетникову и Михаилу Апарину, долгое время командующими дальней авиацией. Работы юных авиамоделистов можно увидеть и на экспозиции в детской библиотеке, и в музеях образовательных учреждений. Например, в кадетской школе представлены макеты тяжёлого турбовинтового транспортного самолёта Ан-22 Антей и два самолёта времён Второй мировой войны, дальний бомбардировщик Ил-4 и многоцелевой самолёт Ли-2. На занятиях ребята мастерят и поделки в подарок родителям и учителям 23 февраля и 8 марта. Но всех объединяет одно – любовь к авиационному моделированию. Меня с детства уже увлекают самолёты и всякая техника. Но больше всего самолёты увлекают. Мама мне покупала разные, то есть конструкторы, эго. И когда появилось объявление, что открылась авиомоделирование, я сразу пошёл. И меня затянуло уже. У нас есть принцип и девиз – без лени и без скуки иметь при светлой голове мастеровые руки. Сергей Карпович не ставит перед собой цель – сделать каждого мальчишку великим конструктором. А познакомить с азами авиамакетирование уже получилось. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.